Более я так не думал. Название проекта? Названия еще нет. Говори, как сейчас. Рабочее. Рабочее название. Как назовемся? Хорошему звуку. Мы думали над идеей. Идея хорошо, но идею назвать как-то. Вы можете рядом сесть. Первое, что приходит в голову. Может, в конце скажете название? И вот прям любое, первое, попавшееся в голову, в конце можно будет поменять. Рука. Давай просто та, Стамиша. Стамиша. Стамиша, будет Стамиша. Стамиша, да? Стамиша. Хорошо, мы звали с легкой руки. Стамиша. Формат? Стамиша. Формат анонс проекта, идейная поддержка и рекламная поддержка. С чего бы начать? Некоторое время назад возникла идея такая. То, что неплохо было бы открыть свою студию для того, чтобы людей учить играть на музыкальных инструментах. Идея, конечно, не нова. Идея недавно не нова. У нас, тем более, есть таких очень много школ, студий. У нас в городе Новосибирске много кто приезжает, становится у нас, делают какие-то мероприятия, мастер-классы проводят. Мы же решили сделать собственную. И сделать ее отличной от других. Студия у нас будет обучать игре на экзотических и не сильно экзотических видах инструмента. Будет конкретно диджериду. Это такая длинная палка. Может кто знает, да? Такая длинная палка, которая так или так. Очень низкий звук получается, басовый. Ну, кто знает, кто видел, тот поймет. Древние, австралийские инструменты. Да, потребители, люди, которые готовы именно учиться игре на диджериду, есть у нас в Новосибирске. И есть, ну и второе, тем, например, у нас будет Михаил заниматься. И я хотел бы заниматься тем, чтобы обучать людей игре на перкуссии. Перкуссии — это различные этнические барабаны, джембы, дарбуки, конги-бонги. А хамус там всякий? Хамус — это музыка инструмента, но это не перкуссия. Именно ударные инструменты. Проанализировав то, что у нас есть в Новосибирске, у нас есть две страны, которые занимаются перкуссией. У нас есть студия Дмитрия Жадницына Петровича и есть студия Виктора Горогуля. У них, наше отличие будет от них то, что у них идет, наша конкретная способность будет заключаться в том, что мы можем предложить более дешевые цены и можем предложить дальнейшее сотрудничество для наших учеников и выход на потенциальные мероприятия города Новосибирска и на разные музыкальные фестивали. То есть мы будем предлагать скорый выход на такие мероприятия, как фестиваль типа «Живая вода», «Вотэтно», фестивали, разные выступления с танцевальными школами. Очень широкий выход есть с партнерства, возможно, заключить с танцевальными школами, типа как «Фабрика танца», потом «Школа Чандра». То есть очень много разных школ, которые занимаются трайблом, которые занимаются такими видами танцев, как «Восточный танец». Да, трайбл дом Новосибирский. Вот, идея, в общем, такая. Очень нам хотелось бы все это дело оформить, как нам начать, с чего начать. Мы элементарно не знаем, что нам... Что у вас есть? Что у нас есть? У нас есть желание, у нас есть время, есть возможность, есть какие-то начальные дизайнерские решения, идеи по рекламе. Помещения? У нас помещения нету, то есть нам нужно помещение. Мы думаем, где сейчас снимать помещение, думаем, как проводить рекламу, сколько нас это будет стоить. И инструменты? Инструменты тоже будем закупать на личные свои деньги. То есть я сейчас как раз начал работу, я буду откладывать там зарплаты, не зарплаты, занимать, возможно. Мы тоже делаем. Сколько планируете первый набор? Первый набор планируется по... Какой мы думаем первый набор брать? Первый набор в смысле? В смысле, вот, планируем мы открыться будет примерно в сентябре. Точнее, у Миши уже как фактически студия функционирует. Ну, сейчас набор я, то есть веду набор учеников по-нашему. И вот сколько планируете набрать учеников сейчас? Для начала 10 учеников. 10 человек, которые будут постоянно заниматься. 10 это минимум. Занятия будут проводиться 2 раза в неделю для сформировавшейся группы. И, соответственно, будут продолжительности гайков. Минусский час 45 минут. Одно занятие 45 минут? Да. И сколько будет классов? Я услышал 2 инструмента. То есть... Инструментов множество. То есть фактически это перкуссия, то есть это все барабаны. И вот классы. И я правильно понял, что вы преподаете один, второй инструмент, да? То есть, соответственно, и там идет разветвление по инструменту. То есть одно направление и второе направление. У меня тут же была такая шпаргалочка, которую я не сообразил с самого начала воспользоваться. Что вот именно я свои мысли, когда мне помогли. А стоимость занятий? 150 рублей. За одно занятие? Да, для одного человека. То есть мы... Час? Час. Да. Учиться это можно с нуля, да? Да, с нуля. В том-то и дело. Потому что у нас в Новосибирске есть очень много людей, молодых, молодых девушек, очень много молодежи, творческих, которые хотели бы реализовать свой творческий потенциал, выступить на сцене. Мы хотим сделать ставку на таких людей, которые думают, ну вот может быть, я хотел бы, да, но я не знаю, как это сделать. Мы хотим помочь им реализоваться в этом плане. Да, положить им в голову идею, то что вы можете через нашу студию реализовать себя, выйти на сцену. А еще идею можно? Я готов на идейную поддержку дать идею сейчас, проговорить. Идея такая, то есть, ну 45 минут это маловато, то есть это что-то надо побольше. И превратить занятие, ну собственно говоря, в молодежную тусовку. То есть люди приходят, а обучаются инструментом, но то, что происходит, по сути, это не занятие, это такое вот времяпрепровождение в кайф. Это формат, формат именно вот такой именно как раз подразумевается. То есть именно это будет не обучение, все сидят за партами и учатся. То есть групповое обучение. Да, групповое обучение. Смотри, когда идейная поддержка, она по формату клуба подразумевает следующее. Ну то есть я, может быть, не на высказанный вопрос, как бы дал идейную поддержку мыслей, но она как бы подразумевает следующее. То есть идейную поддержку мы проговариваем, а вы ее записываете, она не обсуждается, не обсуждается и не анализируется. То есть как бы то, что вы профессионалы, это стопудово, то, что вы 20 миллионов раз все продумали, это тоже стопудово. И попасть нам в то, в чем мы не продумали, достаточно сложно, но мы тешим себя мыслью, что мы вдруг вам сказали что-то такое, что вам будет офигительно, классно. И это дает нам возможность набрасывать вам идеи еще и еще, а вы потом из этого просто выберете то, что вам подойдет или может быть эта идея даст вам и следующую идею. Да, формат идейная поддержка, вот то, что ты запросил, он в этом и заключается. Но ты можешь сменить формат. Да, ты можешь как бы сменить формат в любой момент. Ну смотря, что подскажете. Я просто человек в первый раз с этим делом столкнулся, первый раз пришел еще с опозданием. Нормально. У нас такой формат, что можно опаздывать, уходить раньше, это как бы это нормально. Я тебя перебил и как бы ты сформулировал вопрос на идейную поддержку? Идейная поддержка, мне нужны идеи, где, у кого можно снять помещение. Мне нужны идеи, как организовать рекламу. Так вот скорее, есть немного информата. Вот, еще раз как бы скажу про клуб, что клуб, идея клуба мы встретили для того, чтобы поддержать друг друга на пути в своей мечте. И мы не оцениваем, не критикуем все, что здесь происходит. Если ты пришел сюда и говоришь об этом, значит в этом твоя мечта. А если это в этом твоя мечта, это самое ценное определение так слова мечта, что есть в твоей жизни, в той области. Поэтому мы поддерживаем это таким, какое оно есть и просто из всех сил пытаемся себя поддержать и тебе помочь. Поэтому вопросов там то или не то не может быть. Любая поддержка, если мы что-то можем сделать или ты что-то можешь сделать для нас, нашу мечту или мы для твоей мечты, это хорошо и правильно. И тогда по поводу рекламы, идея и помещения. Вначале по поводу рекламы. Ну, во-первых, мы сейчас записываем вот это видео, которое выложится, которое, если ты разрешишь, выложится итогом этого клуба, и мы его выложим в YouTube. Также я сегодня говорил, у нас есть сайт, сайт клуба Терем, и он как раз для того, вот для поддержки вот так вот подпроектов. В самой начальной стадии. То есть сайт состоит из страничек, где страничка посвящается проекту. То есть вы можете там написать, что мы такие-то, такие-то, вот наши фотографии, хотим вот это, вот это. Мы в стадии проекта, мы ищем людей, которые нас поддержат, мы горим, мы ищем спонсоров, денег нам нужно столько. Кто хочет записаться, мы готовы обучать, кто хочет нас поддержать, мы готовы там. Ну и все, что вы, вот все, что может привлечь других людей в поддержку вас или набрать вам группу, вы можете там все это замечательным образом описать. То есть сам формат клуба и сам формат сайта поддерживает, вот там не может быть ошибок. То есть вы можете там как раз ошибаться, потому что сам сайт, ну... Ошибок нет, есть только разные результаты. Вот. Фактически. Вот, 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 правильно. Я... Ну, во-первых, да, мне, например, вот это вот барабаны интересны. Вот это, кстати, тоже. Вот это вот... Очень много людей реально обрабатывает. Обязательно интересно. Я знаю людей, которые продают тренинги барабанные. Слышали, да? То есть, как бы, которые приходят, давайте мы вам, команда, сейчас всех образуем. Вы дали каждому по барабану, сотрудники сидят, стучат. Ну, хорошо, весело, команда образуется. Это реально, это может быть бизнес. Это целый... Я просто был на таком тренинге. У нас таким занимается, да. Значит, но я могу сказать, например, поскольку для меня все равно такой фан развлечение или прочее, да, и я, ну, может быть, не так хороший, пойман, ну, там, я такие вещи могу позволить себе всегда только поздно. Ну, то есть, например, если там в 9 вечера, да, то шанс есть. Вот на терем я еще могу прийти, там, к Сине, например, да, а вот на барабан вряд ли к Сине прийдут. Вот. И... А вот в 10 вечера или в 11 вечера вообще листы, ну, лишь бы было. Просто у нас очень мало таких, ну, занятий, да, которые вот в позднее время. Хотя для Новосибирска это уже нормально вполне. И смотри, я бы тоже пришел, и мы группа, мы не те, которые хотим выступать. Да. И пока. Да. А, пока. Извините. Корпоратив уже проводишь? Наехал. Надо же как-то развлекать, сходим. Да. Удивить просто всех. Я бы просто пришел бы, если бы там еще... Первоапрельская. Первоапрельская. Первоапрельский корпоратив. На барабанах. Круто. Круто. Вот так. Все, он готов. Вообще, проводим корпоративы. Тема, понимаешь, просто отдельная тема на барабаны. Творческие такие, да? Творческие. Приходим к вам с пятью барабанами. Барабаним сами, показываем, даем каждому побарабанить. И вот это. Адаму перкущу. И вот это. И вот это. Диджереду. Вот это мотичное слово. Разве названия будет точно. Это так, темы по продвижению, ну и по заработку денег. Что может быть бизнесом. Значит так, проповещение. Ну это вот раз, да? Это мое просто личное про рекламу, да? То есть есть, на мой взгляд, есть ниша поздних в Новосибирске, в принципе, поздних занятий. Ночные тренинги у нас проходят, и вот творческие такие занятия тоже. Фитнес же работает, но суточные некоторые, да? И ходят люди. Ну так же индивидуальные, можно занять. Вот второй момент. Мы с Таран по этому поводу не договорились, потому что она была готова меня чему-то учить, но она все время, у нее какая-то семейная жизнь все время, она все время готова меня рано учить. С кем? С Таран. С Таран, знаешь, да? Нашей. Нашей. Да? Мы не договорились вообще. Вот. В то время, когда она меня готова учить, я не готов заниматься. Но дальше есть тема муниципальные клубы. Ну вот всякие молодежные, да? Там всякие альтаиры, понимаете, пионеры, там. Ну и их до кучек, да? У многих из них так себе с помещениями их использованием. У них настаивают, чтобы было эффективное использование помещения. Есть версия, например... И настаивают. То есть она у них простаивает. Ну не то, что простаивает, но там, в общем, есть сложности. Если вы действительно готовы хорошо творчески собирать группу, дополнительный поток делать в дополнительное время, да? И там найти хорошую творческую поддержку, чтобы, ну вот, поздний был режим работы. Не как в пионере, когда вы пытались, там, вот, 9 всех выгоняют, да? Неудачное место, например, да? Вот. А вот такое удачное место, то вполне, например, можно идти на какой-то компромисс. К примеру, вы ведете одну группу бесплатно по конкурсу, да? А три группы платные. Ну, причем 150 рублей вполне социальная цена, у них вполне на это пойдут, да? У них потому что сложно все, они должны бесплатно тоже оказывать в какой-то услуге, да? Но вот на этом вполне можно с кем-то договориться. И, например, если у вас будет там группа бесплатная или три группы платных, вполне возможно, что это выгодно, потому что аренда будет у вас бесплатна. Ну, за счет, понятно, вот этой группы бесплатной. То есть бесплатная группа равна бесплатная аренда для... То есть фактически дело остается за тем, чтобы наберать платные группы. Да. а это возможно если занятие будет драйвовые продвижение продвижение ну как в социальной сети до контакте это точно можно использовать потому что это бесплатно и потом уже сделали нет у нас еще проект на стадии именно такого самом начале нормально значит делайте то есть контакт точно facebook точно и вот на пока даже сами фестивали ну и конечно вот эти деньги места что доходят на такие физические люди и перкуссия и джеридан это вы такие вот не для людей уже с претензией какой-то алюмист претензии ходят во всякие тусовочные места как-то вот эти там щеки магазины полезной пищи там кафе френдс какие тусовочные места стандартные там все эти чайные клубы если вас будут просто веточки вашей школы ну такие органичные вот этим местам вас точно будет хорошая публика самое главное вы получите там не будет вам быть на не придет это самое главное да и людям в группе в кайфе не ходу вас а еще вот знаешь вот можно не по 150 рублей брать а можно брать по тысяче и это специально будет входной порог для бизнесменов то есть целевая группа которая захочет прийти барабанить с равными себе ну не смогла грозу зеленый да так вот с равными себе и по возрасту и по интеллекту сделать разные группы да и причем и ценовой и по цене это тоже можно делать то есть просто у вас есть группа за 150 рублей группа за тысячу рублей выбирайте это просто оформить группа за тысячу но мы гарантируем тебе то есть то что группа за тысячу дамы что эта группа да вы набираете туда там просто просто примеру богатенького там дочку или сына вы не возьмете уже туда потому что понимать что эти люди хотят общаться сразу то есть и там написать условия например выше там такой того не менее нет это делается в личном контакте то что вы предлагаете то что вы как бы да это уже продаж кстати про школу продаж и про молодежную лигу кстати говоря станислав сегодня было две записи вот два двое выступающих мария и алексей и они как раз то о чем они говорили прям один в один в струю с вашим проектом вы можете скооперироваться и если мои алексей сейчас услышали про ваш проект то вы можете посмотреть их не в записи реклама клуба так что еще то есть вопрос или то есть можно повторить вопрос можно его расширить можно его сузить можно его транспортировать можно еще идею может быть сначала вопрос задать то есть вы хотите свое отдельное открыть либо но эти школы по крайней мере которыми назвали я не слышал не знаю что есть школа там где учат игре на обычных популярных инструментов называется модерн юзи нет не знаком мы хотим на свою студию открыть мы не хотим туда и мы не хотим быть зависимы от кого-то хотим открыть что то чтобы где мы сами себе начали ну там я я не знаю как на каких условиях можно сотрудничество строить не строить но я знаю что у них там есть популярные инструменты возможно на начальном этапе было бы но с одной стороны им сказать что у них уже есть определенная база клиентов сказать что вот наш рынок там наш ассортимент расширился у нас есть еще вот теперь барабан то есть это такой первоначальный перед продвижение для вас а еще мне кажется нужно просто сделать классную фотосессию вашего занятия то есть вы проведите пару занятий для своих понятно кто там поклонники дагдос не знаю и позовите классного фотографа который артема ну например или кого-то еще там маша зряного хорошо моменты вот который мне тогда нащелкнет вот такие кадры которые будут продающие то есть чтобы или хотели зайти его открытую атмосферу передавать сделайте их в атмосферном месте там хоть в оме там да например хоть или в разных местах понимаете это будет видеть это будет дать занятие на природе разгласная штука и это будет сразу и как бы наполнение контента группы вконтакте понимаете да и продвижение рекламы афишки чего угодно то есть у вас сразу появится контент и ну и вот какой-то может быть получить обратную связь от этого тестового занятия позитивно идею что и как может быть то есть протестировать такой продукт на лояльный группе пользователей да еще можно с барабанами выйти куда-нибудь это же вроде у нас нет и не наказывается но где-нибудь посидеть на лужайке и побить барабаны я допустим этим летом частенько в пирамайском сквере то есть скритовал то есть шляпу поставил там где надо народ постоянно интересуется там конечно про потому что как раз много проходящего такого с кем может быть не было бы приятно ну то есть тут если у вас есть фильтр да с кем вы хотите заниматься то это может не очень подходить можно адрес никому-то давать или не давать нет тем а если мы совсем не заинтересован то есть неважно то есть кто это будет там что за человек какой у него стас возраст любой человек если нравится тогда приходи классно тогда классно все визитки вообще подходят вот ну на таких акциях у вас все лето есть чтобы набрать 20 что в сентябре уже вариантов и организовывайте сразу клуб сообщества то есть люди не просто приходящие это не просто уроки это уже сразу тусовка клуб сообщества не было и себя собрать в начале такое студию именно потом ты и что это не школа студия где каждый волей заниматься тем чем он хочет кто приходит и еще пресс только интересно когда закладывался принцип свободных организаций то есть когда ты приходишь ты можешь организовать свою внутреннюю группу внутри нашей группы для того чтобы выехать на какой-то фестиваль отдельный и мы не будем где-то упрямь мы наоборот поддержим тебя то есть для тех людей кто хочет уже идти дальше развиваться в этом смысле я могу что сказать мне ну например я бы так говорил что вам как бы проектный метод тут машина что имел ввиду прошествия отправляла стоит как проект немножко простроить на там цели задачи продукты результатов согласовать просто что вы хотите ожидания вот и если у вас вот такая продвинутая мысль ну вот просто формирование сообщества можно на втором шаге попробовать вот про бизнес-модель представить ну точно надо будет работать ну то есть на вот на той не на таком клубе как сегодня на том клубе как шесты которые могут быть в пионере да вот попробовать бизнес-модель построить вот такую по схеме целостную и это может хорошо продвинуть уже вот согласовать разные компоненты там стоимости расходов мы затраты про мы как раз хотим это сделать чтобы скомпонировать это все в первую очередь в наших голове кто будет в основном просто не знаем как это с какой стороны к этому просто подступиться лично вот столько много разных вопросов и не знаю за какой первый взяться а кстати говоря по поводу вопросов и ответов skype-группа клуба терем работает все время в режиме дейли поддержки задавания вопросов и прочей разной ситуации как только вы заявляете свой проект записывайте его на сайте клуба то есть это вы получаете официальнейшее право задавать любые вопросы прям в skype то есть а вот у нас нам нужна идея поддержка вот по такому вопросу у нас как поступить и вы получите там сразу там ответов там это и так далее и у нас у нас вот такая вот вот наш проект чтобы не описывать каждый раз проект то есть зачем нужен страницка сайта вот вот у нас проект тут вот мы зайдите дамы с этого проекта мы с этого проекта у нас вот такой вопрос люди заходят а это вот те самые ребята а вот этот вопрос то есть через какое-то время ну то есть люди уже вот там у нас вот такой вот вопрос постоянная пойму постоянно идейная поддержка по вашему проекту неограниченное время и бесплатно для для каждого проекта для каждого капитана ну что ж ваше время закончилось что было ценно для вас что было ценно очень понравилась идея насчет муниципальных клубов с честно говоря не думали даже нам об этом не думал нет вот то что идея просто без блестящей гениальная такая простая которая следовала наверное первую очередь подумать первую очередь над арендой офисного помещения где-то чтобы звукоизоляция нормально было первую очередь нужно аренда деньги за тем что думали сегодня как раз на рекламу в клубах типа фрэнса ома тоже было ценно то есть действительно то что вы раз вам такие мысли пришли то есть она тоже плюс идея очень интересная цена была на разделение группка одна группа для каких-то все подряд за 150 рублей и отдельно группа для элиты VIP за 1000 рублей то есть но это нужно еще идею продумывать как вообще это организовывать так что еще интересно а и очень хорошая идея насчет прихода позднее время для обучения позднее занятие насчет того что это может сказать индивидуальные такие может быть группы на вероятность и большие просто составу на самом деле нужно смотреть да вот очень ценные а еще отдельно сделать это в академии добавок к городу как идея запишу как идея ну что ж и можно еще посмотреть опыт например контактную импровизацию это тоже конечно по формированию конечно были успехи были не успехи у них точно есть ценный опыт как тут собственно промирать людей и делать события вот когда сообщество запустится должны быть открытые события куда люди могут приходить незамеченно отклонно участвует ну что ж давайте вы благодарим и поддержим